Что делать, что делать, что делать, что делать, что делать, если... Здравствуйте, у микрофона Ольга Белезина, и у нас в студии наш традиционный гость, эксперт, руководитель независимой экспертно-оценочной корпорации Сергей Копанев. Добрый день. Говорим мы сегодня о строительстве дома собственного. Сейчас это становится модным, распространенным явлением. Многие уезжают из города, экология, независимость, судя по всему, независимость и в планировании дома. То есть мы не привязаны к заранее решенным расстановке стен или к чистовой отделке, которую нам могут предложить. Но понятно, что человек, который строит дом, он не специалист и делает это, возможно, единственный раз в жизни. Как все-таки получить дом, который будет настоящей крепостью, об этом поговорим сегодня. Дом своей мечты, как все думают. И большинство людей, кто задумал строить свой дом, видят в этом только плюсы. Хотя, на самом деле, начиная строить дом, любой человек приобретает себе массу проблем. Начиная от, собственно, земельного участка. Так, вот, начнем, наверное, с него. Давайте, да, начнем с того, что для начала, для строительства дома необходимо подобрать себе земельный участок. Все начинается оттуда. Для того, чтобы правильно подобрать земельный участок, необходимо понимать, где мы хотим построить дом и какой дом мы хотим построить. То есть там просто пойду куплю землю, а потом придумаю, что с ней делать, так не работает. Ну, то есть работает, но плохо. Ну, работает, почему? Да, в большинстве случаев оно так и работает. Но я, значит, говорю, что нужно понимать, какой дом мы хотим строить, на какой земле и где он будет у нас стоять. На что здесь лучше всего обращать внимание? Ну, у всех предпочтения разные. Кто-то хочет, чтобы дом у нас находился ближе к лесу или ближе к какому-то водоему. Поэтому в данном случае мы будем испытывать определенные сложности и определенные проблемы с земельным участком, с тем, который находится ближе к водоему. То есть мы в данном случае имеем наличие грунтовых вод, близких к поверхности земельного участка, которые необходимо будет учитывать при строительстве. Ну, тут точно понадобятся специалисты, прям, я не знаю, нельзя будет просто купить коробку там и своими руками что-то строить. Я рекомендую всем застройщикам при выборе земельного участка обращаться к специалистам, чтобы, во-первых, определиться с местоположением земельного участка, в первую очередь с возможностью постройки на данном земельном участке того дома, который хочется построить. То есть чтобы основание, земля сама, у нас могла выдержать нагрузки определенные от конструкции самого строения. Поэтому необходимо, значит, сделать инженерное изыскание для того, чтобы определиться именно с возможностью постройки дома. А что за специалист тут нам поможет? Нам нужен, значит, в данном случае... Вот выбор земли, это кто делает? Выбор земли, ну, в первую очередь выбор земли делает застройщик. То есть то место, где он хочет построить дом. Либо это будет там в черте города, либо это будет за городом, где-то близко к какому-то водоему, либо к лесному массиву, либо это, ну, просто в поле, в чистом поле. Кому-то нравится, чтобы не было никаких, значит, помех. Один там буду жить посреди чистого поля. Один, конечно, нет, не получится. Нужна какая-то инфраструктура все равно, там и наличие дорог, и наличие коммуникаций. Обязательно все это нужно предусматривать. Поэтому я говорю, что вот при желании возникшем построить дом и где-то в какой-то определенной местности, необходимо учитывать массу различных факторов. Начиная от местоположения земельного участка и, значит, учитывать наличие коммуникаций, наличие дорог. Причем наличие дорог нужно учитывать не только в летний сезон, но и в зимний, весенний и осенний в том числе. Потому что бывают и затопляемые зоны, люди строятся. Потом, значит, при весеннем поводке и земельный участок, и дом вместе с имуществом на первом этаже у нас затопляют водой. Вы такие случаи знаете? Я такие случаи знаю. Я, значит, по таким случаям выезжал на экспертизу, когда в 2018 году при поводке затопило земельный участок вместе с имуществом на первом этаже. Был причинен ущерб людям на сумму, превышающую где-то, наверное, да не где-то, наверное, сейчас я точно вспомню. Сумма ущерба составила 490 тысяч рублей. Кто-то это может вообще компенсировать? Да, конечно. Если дом застрахован, имущество застраховано, то страховая компания... Чего мы чаще всего не делаем, с сожалению. Чего мы чаще всего не делаем. Страховая компания компенсирует ущерб. Вот тот случай, про который я рассказываю, как раз был связан с выплатой страховой компании. Мы рассчитывали стоимость ущерба, но уже, значит, в судебном порядке была назначена судебная экспертиза. И мы определяли, значит, правильно ли страховая компания сделала расчет страховой выплаты. То есть получается, что вся эта ситуация произошла как раз из-за... Из-за местоположения, да, из-за выбора земельного участка, из-за непринятия, возможно, каких-то дополнительных мер к защите строений при подобном расположении жилого дома. А как называется вот эта экспертиза или как услуга, когда нам какой-то человек, сторонний специалист подсказывает, там, брать, не брать здесь землю? Вот все зависит от того, что именно и на какой именно перечень услуг в данном случае будет рассчитывать заказчик. Либо это будет подбор земельного участка для строительства, либо это будет какой-то комплекс услуг с инженерными изысканиями и какими-то последующими, может быть, дополнительными услугами. А вот если мы говорим про Кировскую область, чаще всего, допустим, какие желания будущих владельцев домов не удается удовлетворить? Или что проще всего удовлетворить? То есть я хочу жить с видом на воду, да, в месте. С видом на море в Кировской области жить точно не получится? Не на море, на озеро, чтобы река была недалеко. На озеро и чтобы река была недалеко, у нас мест таких достаточно ограниченное количество и в большинстве случаев не получается. В том числе, значит, необходимо учитывать, что у нас установлены водоохранные зоны, и в водоохранных зонах любое строительство запрещено. Поэтому построить дом близко к водоему в любом случае не получится. Вид, да, можем какой-то получить. Еще есть места, да? Да, еще есть места, можно их поискать. Ну, в достаточной удаленности уже от черты города. А само расположение близко к водоему, я говорю, что не получить. А проблемы, какие чаще всего встречаются именно с землей в плане строительства, в заливке фундамента, есть какие-то типичные? Да все очень просто, и все проблемы у нас связаны в большинстве своем с экономией денежных средств при строительстве индивидуального жилого дома. То есть это не проблема с землей, с ее качеством? Это не проблема с самой землей, это проблема с нашим отношением к самому строительству, потому что мы пытаемся на всем сэкономить. В первую очередь мы пытаемся сэкономить на проектной документации, на инженерных изысканиях, которые необходимо бы делать в любом случае, потому что от этого, я еще раз говорю, зависит, выдержит у нас основание или та земля, где мы строим дом, нагрузку от строения или не выдержит. И вот в этом чаще всего и кроются наибольшие проблемы, потому что, значит, не определив тип грунта, на котором мы будем строить дом, не определив наличие или отсутствие грунтовых вод, начинается строительство, подбираем фундамент не тот, который будет необходим для данного типа грунта, мы получаем в дальнейшем проблемы уже с готовым строением. То есть дом построили, все хорошо, прошел год весенний период, земля замерзла, оттаяла, и получаются, значит, трещины на фундаменте, трещины на стенах. Люди бегут к строителям, строители говорят, нет, мы все делали, ну, как должны были делать в соответствии с требованиями нормативной документации и в соответствии с теми требованиями, которые вы, собственно говоря, предъявляли. Мы сделали такой фундамент, какой был вам необходим, сделали такие стены, которые были необходимы, и все. А по итогу, значит, грунт начинает оседать, где-то сильнее подмерзает, его выпучивает. И, значит, из-за неравномерной осадки, либо выпучивания грунта и воздействия его на фундамент, значит, мы получаем такие проблемы вот в виде трещин, в виде разрушений фундамента и стен. А через вас много в год вот таких случаев происходит, проходит? Через нас таких случаев проходит немного, но они есть. Поэтому не делайте все своими руками. Нет, дело даже не в том, не все люди, получив проблемы, обращаются потом за экспертизой, потому как, ну, по большому-то счету, уже поздно. И когда они начинают понимать, что они сами виноваты в том, что у них появились вот какие-то проблемы после постройки здания, они, ну, просто не обращаются, потому как бессмысленно уже это делать. То есть это люди сносят дом или они пытаются своими руками? Да нет, тут ведь не обязательно его сносить, можно еще кое-что и подправить. Можно попробовать восстановить, избавиться, ну, избавиться от трещин там и разрушений совсем не получится. Укрепить фундамент, есть такой вариант, допустим, можно, но это будет гораздо дороже, чем если бы мы приняли меры первоначально, потратили деньги на исследование и проектную документацию в том числе. И не получили бы впоследствии таких проблем и таких затрат, которые будут необходимы на восстановление. А вот вопрос денег. Все равно исследование, помощь экспертов, там, сколько-то стоит? Безусловно. А дома мы можем строить разные. Это может быть, там, какой-то кирпичный двух, а может быть, не знаю, трехэтажный дом. Это может быть просто там что-то небольшое, деревянное. От какой цены, там, минимально вы видите смысл обращаться к специалистам или вот сто процентов случаев? Ну, это идеально, конечно, для экспертов. Да, да, от любой цены строительства дома необходимо обращаться к специалистам. Иначе мы в любом случае придем к решению каких-то проблем в последующем. У людей, ну, вот сейчас вот, да, все вокруг говорят, там, о, мечта, дом за миллион. Дом за миллион построить, вот я по собственному опыту скажу, что нереально. Так, а сколько нужно? Любой дом за миллион рублей, нормальный, хороший, не построит. Не хватит этих денег на строительство. А откуда это взялось? Откуда это взялось? Это минимизация расходов. И миллион такая знаковая цифра, которую перешагнуть вроде бы уже так, ух, тяжело, там больше миллиона получилось дорого. Меньше? Уй, хорошо. Да не бывает такого. У нас очень часто бывают экспертизы по качеству выполненных работ при строительстве именно таких вот домов, которые строят за, я знаю, случаи, что, значит, строительство дома обошлось в 450 тысяч рублей, в 700 тысяч рублей. Ну, и где-то до миллиона, то есть перед самым миллионом, и все эти дома имели впоследствии определенные проблемы. Потому как в данном случае мы получаем жесткую экономию на материалах, на работах, ну и на качестве в том числе. То есть то, что там дом свой собственный, своими руками возведенный, пусть там, я работаю над этим долго, но там, не знаю, все сам, это хорошая альтернатива, там, однушке-двушке какой-то бюджетной, это вообще миф. 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 На самом деле миф. Да, пусть там строительные организации будут утверждать, бить себя в грудь о том, что это все реально, и качество вы получите при этом отменное. На самом деле это не так. То есть надо сразу настраиваться, что мы работаем над домом серьезно. Серьезно. Это будет действительно крепость, это будет там для семьи, для там следующих поколений, наверное, мы делаем большой такой серьезный вклад. Безусловно, когда люди планируют строить дом, надо понимать, что да, мы строим его на, по большому-то счету, на всю жизнь. Потому как, ну, срок службы тех же каменных конструкций, он должен превышать сто лет. А мы про дерево, кстати, с вами сейчас не говорим, а почему? Мы можем говорить про дерево. Просто нормативный срок службы деревянных конструкций, он, ну, несколько ниже, скажем так, от 50 лет. То есть лучше? Ну, лучше, лучше, наверное, да. Хотя у каждого, наверное, есть свои предпочтения. И при хорошем уходе деревянный дом прослужит не меньше, чем каменный. Но за ним нужно, наверное, серьезнее ухаживать и серьезнее к нему относиться. И расходы на уход за деревянным домом, они будут значительно больше, чем за уход за каменным. То есть на это тоже надо рассчитывать. А специалисты могут вот об этом как-то проконсультировать? То есть там ты приходишь с одной идеей дома, а в итоге после встречи с экспертом возвращаешься совсем с другим. Да, бывает такое. Бывает такое, потому что если человека удастся убедить в том, что действительно вот такая конструкция будет значительно лучше той, которую он нарисовал себе в воображении, то да, все хорошо, все удалось. Человека удалось переубедить, и он, наверное, выберет тот вариант, который ему предложат. От чего чаще всего отговариваете? От чего чаще всего отговариваем? Чаще всего отговариваем от желания сэкономить на всем. Потому что вот в первую очередь, я еще раз повторюсь, это непомерная наша тяга к экономии. И вот это желание сэкономить на всем, оно впоследствии приводит все-таки к проблемам. Может быть, не у всех кому-то, может быть, и везет. Но в большинстве случаев экономия, мы получаем дополнительные расходы. Вот на этой мысли мы наши замыслы о новом доме для своей семьи пока что остановим. Будем сживаться с тем, что скупой платит дважды вечная мысль. Иногда и трижды, а иногда и постоянно. Но небольшое время, которое у нас осталось, я бы хотела посвятить историю с вашими часами. Мы пару выпусков назад рассказывали о том, что нам предстоит битва экспертов. Вы выяснили, что приобрели некачественный товар. Время было упущено на возврат какой-то. И вы обратились к экспертизе. Нет, не совсем так все было. Я уже забыла, так много времени прошло. Я напомню, все было не совсем так. Время было упущено на возврат в течение 14 дней. Я обратился за ремонтом часов. К продавцу? Через неделю мне вернули часы. Собственно, ничего не отремонтировав в них. Я это продемонстрировал сразу же при их получении. Вернул их обратно, описав те недостатки, которые присутствовали. И через три недели перед самым Новым годом, 29 числа, мне позвонили и сказали, чтобы я приезжал и забирал новые часы. Потому как отремонтировать их не смогли. И недостаток действительно подтвердился. И продавец в добровольном порядке произвел замену на новые. Ну, то есть, побороться вам все-таки пришлось, потому что первый раз они вообще ничего не обнаружили. Первый раз они не обнаружили, может быть, даже и не хотели бы этого делать. Может быть, действительно просто аппаратно не смогли выявить недостаток. Когда я его продемонстрировал, ну, значит, все встало на свои места. И каких-то у нас споров по большому-то счету не возникло. Вам модели ту же самую предоставили? Модель предоставили не ту же самую, потому что ту же самую модель сняли с производства. Вот за тот период времени, пока я владел этими часами, и пока они были в ремонте, мне предоставили более новую модель. Но вы в теории могли не согласиться и попросить обратно деньги? Ну, теоретически, да, можно было не согласиться и попросить обратно деньги, потому как я приобретал все-таки не эту модель часов, а немножко другую. Но в данный момент часы при мне. Вот. Борьба за свои права и интересы часто заканчивается победой нашей. В нашей студии был Сергей Копанев, руководитель независимой экспертно-оценочной корпорации. Мы говорили и о часах, и о строительстве собственного дома. И я думаю, мы продолжим об этом. Эта программа «Что делать, если…» вы можете найти нас на сайте eho.kirova.ru и в форме подкастов в нашей группе во ВКонтакте. Спасибо, Сергей, до свидания. Спасибо вам, до свидания. Что делать, если…